Одним из первых зданий в Ильяновске, где начали капитально ремонтировать плоскую крышу в этом году, стал пятиэтажный дом 67 по проспекту Нариманово. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки, с 1967 года. Проблемы с крышей начались еще 20 лет назад. С тех пор жильцы пытались что-то делать. Стелили кровель на гидролизационные материалы, ставили заплатки, заливали дыры битумом и монтажной пеной. Последний ремонт проводили осенью, однако существенно исправить ситуацию все это не помогло. Топило так, что доходило до второго этажа, признаются жители дома. Под удар попали люди и ремонт в их квартирах. Спальня, зала, кухня, все, кафель весь гремит, его надо убивать и помогать все делать. В спальне все обои отвалились, в зале все плетать, все протекло. Спустя несколько лет разобраться с проблемой жильцам помогли в фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса. Долгожданный капремонт по региональной программе в доме начали в апреле в соответствии с утвержденным краткосрочным планом. Дом действительно оказался в плачевном состоянии, благодаря тому, что природные условия и время сделали свое дело. На этом основании нам пришлось терпеть очень много и долго. Люди терпели больше 20 лет. В результате мы обратились в фонд модернизации, который благополучно нам предоставил такую возможность пожить людям хорошо. Первым делом строители восстановили разрушенные дымовентиляционные каналы, подготовили монолитное основание, выполнили выравнивание поверхности, затем уложили слой утеплителя, чтобы предотвратить образование сосулек и наледи. После этого в два слоя положили новую кровлю. Все материалы бульянских поставщиков российского производства по окончательный срок выполнения – первое число мая месяца. На данном объекте не было никаких сложностей. У нас были все изменения и все возникающие вопросы согласованы с уполномоченными, с собственниками. Они нам содействовали во всех вопросах. Впервые с этого года за ремонтом следят через установленные видеокамеры. Теперь в каждом многоквартирном доме, где проводится капремонт, предусмотрено ставить камеры, которая ведет онлайн-трансляцию. Покупка и подключение оборудования не потребует дополнительных финансовых затрат от жителей. Все мероприятия профинансируют сами подрядчики. Данная система позволяет вести трансляцию в режиме онлайн. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для оперативного контроля, чтобы инженеры строительного контроля, находясь на своих рабочих местах, могли удаленно зайти и посмотреть, на какой стадии находится производство работы. Особенно это актуально при проведении скрытых работ, при демонтажных работах. Ремонт плоских крыш в этом году запланирован в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Корсунском, Чердоклинском и Цельнинском районах. Всего по региональной программе капитально отремонтируют крыши 75 домов.